Здравствуйте! Меня зовут Геннадий Рявкин. В эфире программа «Точка зрения». В интернет-пространстве фейсбуков и вконтактов появились агрессивно жужжащие двукрылые. Мечутся, ерятся, зовут на бой не абы кого, губернатора. Выходи один, мы тоже придем одни. Чего хотят? Комплекс Кассандры хотят удовлетворить. Вот Алексей Громский выступил с запивалой. Как только завершилась кампания предыдущая по выборам в Госдуму, Облдуму, сразу заговорили, что нас снова ожидают большие выборы. Видно, что собирается с силами, чтобы пойти на новый срок действующий губернатор. Другой наш политолог, засидевшийся без подрядов, Александр Жуковский, считает, что Митин должен понимать, что ему не нужно идти на очередной срок. Явно за эти два срока, которые были у Митина, ситуация в регионе ухудшилась. Что именно имеет в виду политолог, когда говорит про ухудшение, не расшифровывается. Каждый читающий волен сам проанализировать, как ему жилось в 7-16 годах. Разбил машину, развелся с женой, соседи затопили. Виновник уже найден, это Сергей Герасимович Митин. И коронованный политолог Жуковский уверен, что исправить ситуацию в регионе может только человек со стороны. Тут я споткнулся, читая господина Жуковского. Ведь перед прошлыми выборами у наших политологов был жупел прямо противоположного свойства. Долой варягов, даешь своего губернатора. Понятно, за почти 9 лет Сергей Митин сделал для региона столько, что в человеке со стороны Скандачкаева не запишешь. Значит, что, бей своих, чтобы чужие роднее стали? Да, Александр Иванович, вам есть о чем забыть и о чем помолчать, но не молчится, видно. Не имется и вашему коллеге Михаилу Шумановскому. Впрочем, извините, приватно вы о нем отзывались, помнится всегда пренебрежительно. Какой он политолог, дескать, самозванец. В Новгороде ни у кого, кроме меня, нет диплома политолога. Но, Мишаня, парень дока, деловой попробуй срежь. Он уже месяца два кричит на каждом углу, что губернатор Митин уходит в отставку. Не, вру. Он уже месяца два как возобновил свои заклинания про скорую отставку Сергея Митина. Мантру эту Шумановский заучил давно, но пока была возможность кормиться менее рискованными предсказаниями, отложил ее в сторону. Теперь же, когда на горизонте забрежили, подчеркиваю, забрежили губернаторские выборы, поспешно извлек из глубоких карманов своих знаменитых баппингов. Тут ведь лучше поспешить, чем опоздать. И завопил, как Муэдзин на минарете. Губернатор на грани вылета. Не слышит народ своего Маудзина. А ему не уняться уже. Уже понесло новгородского остапа Сулеймана Берта Мария Бендер Бея по кочкам. Информационная какафония третьего импичмента мэру идет. Причем по неграмотности. И с тайным каким-то смыслом слове какафония. Четвертая буква не О, а А. Какос, скажу вам, по-гречески означает плохой. А како в шамановске. Ну, сами понимаете. Тут все средства подручные. Когда Мойша выигрывал, если нельзя врать? Да никогда. К тому же наши политологи усвоили из этой профессии только одно правило. Чем дроньше, тем лучше. По такой логике нужно втянуть в порочный круг еще кого-то. И он кидает лассо на первого вице-губернатора. Предъявляя ей обвинение и в развязывании антимэрской какафонии, и в политической наивности. Вы с губернатором надеетесь победить? Он уже забыл, что отправил губернатора в отставку. И для того, вроде бы в данных обстоятельствах, война с мэром теряет смысл. Да, впрочем, что это я? Правильно ведь говорят. Не учитесь в нее петь. У вас не получится, а свинья разозлится. Хотя Михаил скрывает естественные чувства и старается выглядеть дрячком, но говорит, жду Мочилова. Ну, какой он Мочилова, старичок? Тебе уже на политическом кладбище прогулы ставят, а ты все еще себя воображаешь мишенью. Меня зовут Геннадий Рявкин. И это была моя точка зрения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!